К другим темам. Меньше трех недель остается до открытия зимней Олимпиады. В Сочи готовится принять не только тысячи спортсменов, но и десятки официальных иностранных делегаций. О своем намерении посетить столицу зимних игр уже заявили первые лица Китая, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Австрии и многих других государств. Кроме того, в Сочи могут приехать и звезды шоу-бизнеса. Кто именно, расскажет Татьяна Проскурякова. 600 тысяч человек – это самые скромные прогнозы о количестве посетителей Олимпийских игр. Сочи ожидает не только отчаянных спортивных фанатов, но и известных гостей. Главы как минимум 20 государств уже объявили о своем желании побывать на играх. Председатель КНР Си Цзиньпин принял решение посетить церемонию открытия. По информации внешнеполитического ведомства, визит китайского лидера продлится с 6 по 8 февраля. Взаимная поддержка – это важная составляющая российско-китайских отношений. Мы помним, что президент Путин посетил Китай во время Олимпийских игр в Пекине. Намерение Си Цзиньпиня приехать на Олимпийские игры в Сочи – это знак того, что крепкая дружба связывает глав наших государств, и КНР поддерживает Россию как хозяйку зимних Олимпийских игр в Сочи. Болеть за Бьерн Даллина и компанию в Сочи отправляется группа поддержки во главе с королем Норвегии Харальдом V и премьером Эрней Сульберг. Делегация станет третьей по численности. Об этом на переговорах в Москве сообщил глава МИД Норвегии. Я на переговорах сказал господину Лаврову, что мы будем вести дружелюбную борьбу за медали. Уверен, и Норвегия, и Россия будут очень упорно отстаивать свои права на завоевание Олимпийских медалей. Я думаю, что мы станем двумя сильнейшими державами в Сочи. Уверен, что спортсмены нам подарят настоящий праздник. Норвежцы в зимних видах спорта одни из сильнейших. Так что будем ждать развязки. Королевская семья Нидерландов также приедет поддержать своих атлетов на Олимпийских стадионах. Вильям Александр и Максима настоящие фанаты конькобежного спорта и в первую очередь будут болеть за Свена Крамера, триумфатора 5-километровой дистанции на играх в Ванкувере. Шведский король Карл Густав XVI посетит Олимпиаду не в день открытия, а по традиции монарха на второй неделе соревнований. Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман приедет в Сочи во главе не только спортивной, но и многочисленной экономической делегации. По информации посольства Италии, премьер-министр страны Энрико Летто возглавит делегацию официальных лиц, чтобы поддержать спортсменов республики на Олимпийских трассах. Свой рабочий график на февраль с учетом визита в Россию также скорректировал президент Швейцарии Ули Мауэр. Премьер-министр Японии Синдзо Абы посетит церемонию закрытия Олимпиады 22 февраля. Он также намерен провести переговоры с Владимиром Путиным. Тем временем сборную Японии перед решающим этапом подготовки напутствовал принц Акишина, младший сын императора. Я надеюсь, что с помощью спорта вы будете развивать дружеские и международные отношения со спортсменами со всего мира. Помимо политиков, Олимпийские игры обычно посещают звезды кино и шоу-бизнеса. Однако официально о своем визите они сообщают редко. Арнольд Шварценеггер еще год назад обещал, что обязательно купит билет в Сочи. Фанатки певца Джастина Бибера активно обсуждают в интернете слухи о его планах приехать в столицу игр. Теннисистка Мария Шарапова будет работать на стадионах спортивным корреспондентом американского канала NBC. Но самым оригинальным способом свою путевку в Сочи приобрела Ванесса Мэй. По отцу знаменитая скрипачка Тайка. У нее есть гражданство Таиланда, и именно от этой страны она будет выступать на соревнованиях в Сочи. Оказалось, что с четырех лет Ванесса Мэй училась не только владеть смычком, но и кататься на лыжах. Насколько виртуозно, покажут олимпийские трансляции. Татьяна Проскурякова, Вести.